В числе уже реализованных проектов 2012 года по модернизации очистных работ на угледобывающих предприятиях компании, ввод в эксплуатацию лавы на шахте Красноярская, первой на угольном поле нового пласта Полысайский-2. Шахта Красноярская сегодня, как сказать, вошла в большой спор. Мы ввели новую высокопроизводительную лаву. Это вынимаемая мощность пласта более 4 метров. Это современный механизированный комплекс фирмы ДБТ, оснащенный современным комбайном электро. Безусловно, это новая история вообще развития шахты Красноярской. Начиная с 2012 года красноярцы планируют выдавать на гора более 3 миллионов тонн угля ежегодно. Уже сейчас, когда люди и техника только привыкают друг к другу, суточная добыча из новой лавы составляет 6 тысяч тонн. Класс пятиметровый, конечно, есть определенные сложности, но в процессе учимся. Едем недавно, работаем только месяц. Коллектив уже научился и секции двигать, и комбайном управлять. Да, были некоторые моменты, скажем, сложности, которые встречались на своем пути, но от них уже ушли. Суэк Кузбасс в 2012 году взяла курс на увеличение запасов угля. Только на шахте имени Кирова они выросли на 100 миллионов тонн. Это позволит предприятию в течение 20-30 лет без проблем добывать по 5 миллионов тонн топлива ежегодно. Новые угольные поля необходимы и шахте имени 7 ноября. Как отметил Евгений Ютяев, видение перспектив развития предприятия в компании уже есть. У другого старейшего угольного предприятия Ленинского рудника, шахты Комсомолец, иные проблемы. Если одна из них, замена изношенного очистного комплекса, уже решена, то с другой, устаревшей транспортировкой угля, еще предстоит справиться. Поэтому мы сегодня осуществляем программу проведения новых выработок, которые позволят уже на первом полугодии 2013 года транспортировать уголь не рельсовой откаткой, а ленточными современными конвейерами. Поэтому в горизонте пятилетки шахта Комсомолец должна выйти на нагрузку до 3 миллионов тонн. В планах 2012 года УСОЭК Кузбасс продолжить развитие инфраструктуры обогащения угля. С запуском новой обогатительной фабрики шахты имени Кирова в два раза до 6 миллионов тонн увеличится переработка. Плюс комплексная программа утилизации метана. Кроме Кировки в 2012 году к переработке опасного шахтного газа в полезную тепло-электроэнергию приступят еще две шахты – Комсомолец и Полысаевская. Необходимое оборудование для этого проекта компания уже приобрела.